Отлётом у меня, конечно, будет очень плотный график, я не знаю, как я справлюсь. Поэтому как я справлюсь? Я справлюсь благодаря чему? Благодаря кофе. Буду надеяться на это. 7 лет. Много работы навалилось перед праздниками. Ну, обычно у медийных персон так и бывает, что перед праздниками, конечно, самый сезон, много съёмок, видео, фото, поэтому это нормально. Клип, ну, сами всё увидите. Так. Что на Новый год сыночек попросил у Деда Мороза? Ну, у него всё стандартно. Робота и ружьё. Но я придумала немножко другой подарок, которому он будет рад. Вот. Вообще из Америки много чего интересного можно привезти. Нет, ни на чемоданах я даже ещё не начинала собирать. Но вообще планируем вещей практически с собой не брать. Мы большую ошибку совершили в прошлый раз, поэтому в этот раз мы практически не будем брать с собой вещей, чтобы лететь с пустыми чемоданами, а вернуться с полными. Вот. Так будет удобнее всего. А то в прошлый раз мы возвращались с семью огромными чемоданами, это было очень неудобно. Надо брать пустой чемодан. Вот и я о том же. Ну, на ошибках учится. В прошлый раз я летела, взяла уйму вещей ненужных. Теперь я понимаю, что я возьму только, не знаю, самое необходимое и всё куплю там. Сувенир, ну, может, привезу. Курточка я потом для вас сфотографирую и отмечу, как обычно. Что за курточка? Очень красивая, тёплая. Курску передаю привет. Так, кого успеваю, этого блокирую. Большой чемодан положить маленький. Вот, кстати, я-то думала, как их взять побольше. Побольше. Хорошая идея, очень. Спасибо за советы. Теперь я ими воспользуюсь, кстати. Возьму и так и положу. 805 человек. Никто не работает, все смотрят перископ. Одесса, привет! Как у вас с погодкой? Лечу в Америку. Так. Так, сообщение, простите. Нет, рожала я не сама колечко. Колечко у меня «Азорка Голд» Белорусского ювелирного завода. Очень красивое. У нас тоже тепло, настоящая весна. Так, кто-то спрашивал, куда мы летим, почему мы летим в Америку. Мы летим на Рождество, насладиться атмосферой предновогодней. Конечно же, на новогодний шоппинг за подарками. Ну, и я отвезу юристу все документы, которые успела собрать. И будем планировать дальнейшие действия по открытию визы. Кольцо. Нет, кольцо просто золото. Нет, у меня ни линзы, никогда не носила линзы. У меня свои голубые глаза. Долго ли приходила в форму после родов? Обручальное кольцо мне велико, поэтому я его пока не ношу. Я надеюсь, у меня скоро будут новые. Губки свои. Так, я забыла ответить на какой-то предыдущий вопрос. Зачем летим в Америку на новогодний шоппинг и визу открывать рабочую? Почему в капюшоне? Ну, потому что мне так нравится. Про роды я отвечала. Так, как пришла в форму? Быстро пришла в форму. Я набрала 7 килограмм, тут же их сбросила. Я сразу при выходе из роддома была стройной, как и прежде. Единственное, что у меня, конечно же, живот после родов, это проблемное место. Ну, все девочки, которые рожали, наверное, с этим сталкивались. И приходится много усилий прилагать для того, чтобы держать его в форме. Так, покажешь, что покажешь. Как ты добилась успеха? Ну, мне кажется, я еще не добилась нужного успеха, чтобы об этом говорить. Растяжки есть небольшие, есть, но их немного. Сахар нет, не употребляю ни сахар, ни соль, никогда в пищу их не употребляю. Ни сахар, ни соль, но я не люблю. Так. Мужчина пишет про растяжки. Женя, Евгений. Мне всегда интересовало, почему мужской пол интересует такие вещи. И почему их это интересует, и почему они знают ответы на эти вопросы. Может, вы косметологом работаете, либо доктором. Совсем без соли. Не люблю соль, соленые продукты терпеть не могу. Мне это, наверное, самое невкусное, это соленая еда. Так, пять минуточек и пойду. Как у нас, кстати, со связью? Что у нас со связью? Муж тоже не любит соленое. Мы в этом схожи. Мне кажется, это лишнее. Соль очень вредна для организма. Она задерживает воду в организме, и вообще ничего хорошего от нее нет. Так. Макияж сегодня делала Оля Смоличкова. Оля, привет! Без соли тоже нельзя. Ну, что за глупости? Муж... Ну, вообще-то сейчас рабочее время. Глупый вопрос. Муж на работе. Красилась я сегодня не сама, поэтому по теням, по бровям, по помаде не скажу. Привет! Часто проезжаю в ваш дом. Так. Какие обночки хочешь привезти из поездки? Ну, не знаю насчет обновок, но хочу привезти много подарков сыночку, много подарков родственникам перед Новым годом. Ой, ну, я вообще в приметы не верю, ребята, поэтому я не живу стереотипными какими-то мнениями, либо по приметам. Мы всегда делаем, как нам хочется. Привет! Всем привет! У тебя неправильное представление о соли. Ну, у каждого свое представление, каждый имеет право на свое мнение, но мой организм на соль реагирует крайне негативно, поэтому я ее не употребляю в пищу. У каждого свой организм, свои приоритеты в пище, поэтому я считаю это нормально. Вообще, соль – это медленная смерть, и сахар тоже. Еда непресная, ешьте натуральную вкусную еду, и все будет замечательно. Наоборот, натуральная еда вкусна без всяких приправ, без всяких солей. Когда вы привыкнете именно к натуральному вкусу еды, настоящей, полезной, то вам абсолютно не нужны будут эти приправы, соль. Соль и так содержится во всех продуктах. Да, ее и так везде очень много. Если еще и солить еду, то будете отекшими ходить. Так, спасибо. Привет. Да, давно не заходила. Сегодня зашла проверить, что тут происходит. Сыры вообще не питают особой любви к сырам, поэтому я как-то спокойно к ним отношусь. Люблю, единственное, я люблю сыр моцарелла и Филадельфия. Я работаю, давно работаю. Так, куда сыночком поедете? Я его заберу с занятий и отвезу к сестричке, чтобы он поиграл с детишками. Я ему обещала, что сегодня он поедет в гости. Ну и заодно у меня будет рабочая съемка с 6 до 10 вечера, поэтому я буду занята. Он как раз проведет время со своими сестричками, сестричкой и братиком. Летим в Лос-Анджелес и Лас-Вегас. Канал Беларусь-1. По воскресеньям выходит передача, коробка передач. Вконтакте я Екатерина Коба. Там с галочкой страничка верифицированная. Хорошую химчистку. Я сдавала всегда свои вещи химчисткой сияния на победителей, потому что жила в соседнем доме. Но сейчас отвожу в другую химчистку, по-моему, на партизанском проспекте, дом 14. Она очень хорошая, очень хорошо справляется с трудноудаляемыми пятнами. Так, ты не в США? Нет, я еще не улетела, но скоро улетаю. Нет, сегодня красил меня визажист. Приправы тоже разные бывают. Всегда надо смотреть состав во всех продуктах, во всех приправах. Картошку не люблю, ни фри не люблю, в любом виде не люблю. Не питаю к ней слабости, как другие девушки, не знаю почему. Но люблю пюре, очень люблю пюре. У тебя много вещей пачкается. Ну, конечно, вещи пачкаются. Ну и вообще, есть такие вещи, очень деликатные, которые в домашних условиях жалко чистить, потому что можно их испортить. Так, сколько стоит портфолио? Смотря у какого фотографа, смотря где, у кого, когда. Да, я не люблю картошку, в любом виде не люблю. Сказала, что только люблю пюре. Жареную терпеть не могу. Фри вообще не люблю. Так, любите придираться к элементарным словам какими-то. Так. Такая занятая, когда в семье время находишь. Ну, вообще-то мы с утра просыпаемся, каждый по своим делам. Ребенок в школу, я на работу, муж на работу. И встречаемся вечером, проводим выходные вместе. Мне кажется, стандартно, как у всех. Готовить не очень люблю. Бентли огонь. А как по-другому? Салон огонь. Объем огонь. Разгон огонь. Самое дорогое платье в рублях. Не вспомню. Так, спасибо. Когда на море? На море. Ну, будем у океана. На море уже, наверное, весной, скорее всего. Так. Мне BMW больше нравится. Ну, BMW мне, конечно же, тоже очень нравилось. Ну, их нельзя сравнивать. Это настолько разные автомобили. А, так. Фамилию взял, потому что очень нравится. Так. Да, сын ходит в школу. Вот я за ним сейчас приехала. Пойду его заберу. И кто-то просил выйти вместе с ним в эфир. Возможно, выйду. Посмотрим. Да, в Минске все измеряется в миллионах. Но скоро у нас уберут нули. И уже их не будет. С Рыбакиным дружу. Это мой коллега. Видимся каждую неделю. Так. Да, до 1 июля. Сливаем все белку, ребята. Татуаж, ну, тут решать каждому не могу советовать. Кому-то он нужен, кому-то не нужен. Так, сын просит больше братика. Но мне кажется, нужно сестричку. Он уже как раз подрос и будет ее защищать. Пью кофе. Потому что еще предстоит долгий день. Встала я рано. Поэтому хочу немножечко взбодриться. И, кстати, кофе хорошенечко отбивает аппетит. Так. Спасибо большое. Ну что, ребятки, я побегу. Всем спасибо за внимание, за комплименты. Так. Так, про химчистки. Давайте все потом. В Маке беру кофе. Иногда завтракаю омлетом. Если уже дома не успела совсем позавтракать, омлет вкусный. Все, ребятки, возможно, я чуть позже выйду. Всех целую. Ждем сына. Ну, посмотрим, как он захочет. Выйдет, не выйдет. Все, ребятки, хорошего всем дня. Так, сейчас люди подключатся. Ой, мало места. Ура, успела. Привет, Чижовка, привет. Тимка, ты где? Тут люди хотели тебя лицезреть. Передай привет. А, привет. Привет, ты пришел из школы. Сейчас я к Нике еду. Пришел из школы, едет к Нике. Вот такая информация для вас. Так, ты где, Тима? Где сынишка? Тима, ты где спрятался? Покажись народу. Вот он. Вот. Это я хочу включить музыку просто. Вот сынишка пришел из школы. Привет, ребята. Еще раз привет. Вот уже примчалась на место назначения. Немножко раньше, такая я пунктуальная. Сижу, буду ждать фотографа. Сижу в машине. Приехала немножко раньше на студию. Буду ждать фотографа. Протри камеру. Давайте попробую. Что, мутненько? Лучше. Наверное, просто здесь освещение не очень хорошее. Ты как в тумане. Ребятки, я уже протерла. Давайте еще раз. Так. Просто, возможно, здесь очень плохое освещение. Вечер уже, тем не менее. Какой фотограф? А вот секрет. Из Москвы приехал фотограф. Вот, будем работать. Потерялись за выходные я, не поверите, просто. Но в пятницу вечером мы гуляли. И потом субботу, воскресенье я просто провела дома, отсыпалась. Я просто спала сутки и хорошенько отоспалась, восстановилась. Тяжелая неделя предстоит. Не пробовала. Прическу мне и мейк, и перическу делала Оленька с Малечкова. Но сейчас я еще пока не расчесывалась для того, чтобы кудри дольше держались. Я сейчас зайду, причешусь, и оно будет все очень красиво. Да, я на выходных стараюсь высыпаться, потому что в будние дни я просто дико не высыпаюсь. Вот, кстати, смотрите, что у меня есть с тобой. Морковка. Тимку я забрала из школы и отвезла к Нике, кроме... Он попросился в гости. Как раз у меня есть время поработать. Потом поеду его забирать. Как питаешься на протяжении дня? В будние дни в основном в машине. Перекусываю вот сейчас. Морковка. Обычно кушаю хлебцы. Сыроические батончики. Связь плохая. Да, губы свои уже меня достали. Морковка. Это я в Макдональдсе купила. Покупала кофе и захватила за одну морковку. Похрущу немножко. Придерживаешься ли диеты? Ну, стараюсь. Ну, правда, не всегда получается. Вообще, я не очень, наверное, хороший пример по правильному питанию. Да, в Макдональдсе таки продаются морковки. Морковные палочки. После шести кушаю. Так, пропустила. Да, в субботу я уже буду в Москве. Стандартный завтрак. Стандартный завтрак обычно это каша на молоке. Овсянка либо пшеная каша. В Москве на вечер и переночуем. Тематика фотосессии. Образы будут очень разноплановые. Как ухожу за губами, да, в принципе, никак. Увлажняю бальзамчиками. Аппетитная морковка. И полезная какая. Рейс до LA дневной. Боже, ну, ребята, какая разница. Утренний, дневной, вечерний. Вам зачем? Накрутили меня так на обычный утюжок. Воздушный поцелуй. Нет, я в Минске еще пока. Лететь долго. Мы будем лететь через Париж, поэтому очень долго придется провести в самолетах. Ну, я люблю летать, поэтому для меня это в кайф, я бы сказала. Привет, ребята, спасибо. Летать абсолютно не боюсь. Это самый безопасный вид транспорта, и я получаю только удовольствие. Ну, конечно, на такие длинные дистанции немножко сложновато высидеть. Ну, я беру с собой книжку, возьму с собой словарь по английскому языку, и просто буду проводить время с пользой, буду читать, буду учить слова. Ужасно летать. Ну, многие боятся летать, но ничего здесь страшного нету. Какой вопрос игнорю? Я просто не успеваю все читать, тут еще и кушаю параллельно. Отвлекаюсь. Нет, сам безопасный считается самолет. Так, у сыночка все хорошо, зубы нет, просто свои отбелены, не виниры. Какие тени розовые? Какие розовые тени? Сегодня у меня красный визажист, у меня розовых теней вообще нет. Мне кажется, розовые тени мне не очень идут, они создают эффект уставших воспаленных глаз, поэтому я розовыми тенями не пользуюсь. Спасибо. Подводка для стрелок или маркер лучше? Ну, вообще мне удобнее тоненькой подводочкой, но в последнее время я крашу просто тенями. Подвожу... Мы включили зайку. Мы включили. Опа, там быстро люди добавляются. Всем привет. Всем привет. Привет, ребята. Я наконец-то дома, уже успела переделать кучу дел. Сели за уроки. Очень поздно пришли. Я вот с красной помадой еще не умывалась. Не могу добраться. Так, привет. С бровями у меня сегодня был профессиональный макияж, поэтому они накрашены так, как требует камера. Так. Сыночек в первом классе. Всем привет. Привет. Я, конечно, не очень люблю красную помаду, но она настолько стойкая, что последний образ был с красной помадой. Вот. Ее нужно, конечно же, стирать. Но это сложно. Так. Кашляешь, зайчик? Спадки. Вот доделаем сейчас уроки. Тимка доделает уроки. Я контролирую. И уже пойдем укладываться. Поздно сегодня ложимся. Детская у ребенка есть. Чипсы, сухарики не люблю. Все соленое, химическое я не люблю. Нет, я не в 11 классе. Я школу закончила 10 лет назад. Вот, ребята, мне 27 лет. Какие негативные черты характера? Наверное, я бываю вспыльчивой. Я очень нетерпеливая. Я неусидчивая. Если меня что-то не устраивает, я, конечно же, ну, наверное, даже хорошая черта, очень прямолинейная. Вот. Сыну, да, очень нравится учиться. Он очень с удовольствием ходит в школу, чего я больше всего боялась, что он будет, да, ну, не очень любит продленку, но иногда приходится нам оставаться, так как иногда я работаю. Кофе помогает в будние дни. Очень помогает, наверное, как, не знаю, большая часть населения в будние дни. Так. Работаю я на телевидении и фотомоделью подрабатываю. Так, со связью? Ну, вроде бы все должно быть прекрасно со связью. Так. Ребят, ну, как стать моделью? Нарабатывайте портфолио, сходите в агентство на собеседование. В Беларуси, конечно, с этим туговато, но в остальных странах это достаточно развито. Виталик сейчас в детской за компьютером сидит. Играет, кстати, в Counter-Strike. Спалю его. Что за телевидение? Канал Беларусь 1. Монталь у меня ванильный. Манго-манго люблю. Ой, времени у нас сейчас уже пол первого. Тима, и ты до сих пор не решал пример. Муж сидит в соседней комнате. Покупала. Мне присылали российский магазин, мне присылала в Минск. Ну, в Минске тоже есть, я видела, в торговом центре замок, по-моему, продается. Большое наличие. Так, спасибо большое. А что это вы не спите? Так поздно, ребята. Вас так много. Я думала, сейчас выйду, а все уже пошли спать. А нет. Все ждали. Все люди большие. Все ждали. Чего не спишь? Ксюша пришла очень поздно домой, только в 11 пришла. Пока помылись, пока поели. Вот сели решать задачи, нам нужно сделать уроки. Поэтому мы еще не спим. Я, наверное, еще недолго, еще долго не засну. А ты чего не спишь? Зачем ребенок ходит в школу? Чтобы образовываться. Чтобы. Так, Тима. Вот ты дай мне пистолетик, пожалуйста. Решай пример. Я просто думала, что пока он как раз дорешает пример, я с вами пообщаюсь. Съемочка пришла хорошо, как всегда на позитиве, энергичном. Я люблю свою работу, поэтому мне, в принципе, это дается легко. Так, нет, никогда не бегала за парнями. Мне кажется, что ни в коем случае этого делать нельзя. Тогда мужчина вас не будет ценить. Когда девушка сама проявляет знаки внимания мужчине, это, конечно, не очень хорошо, потому что, хотя в последнее время девушки ведут себя наоборот. Так, сообщение. Так, как тебе удается всегда свежо выглядеть? Даже не знаю. Я свежа. Ну, я встала в 6.40, вот, до сих пор еще не легла спать. В принципе, не знаю. Разница с мужем 5 лет. Какой ты косметикой пользуешься? Ой, у меня очень много различной косметики. Но самая у меня любимая, наверное, если декоративка, то Шанель и Диор. У тебя самый лучший перископ. Спасибо. Кто-то пишет, что у меня достаточно скучный перископ. Ну, надеюсь, в скором времени начну снимать что-то более разнообразное, более интересное. Пока вот все либо по-домашнему. Я не знаю, что лучше, потому что... Так. А ты загарами? Нет, давно не пользовалась. Зайчик кашляет. Завтра буду опять работать, с утра опять. Я буду громко чихать. Да, можешь зайку покашлять, конечно. Так. Завтра с утра отведу сыночку в школу, потом поеду на занятия, потом поеду на работу, буду работать. Ну, как-то вот стандартная программа. Татуировки именно кому-то, мужскому полу, они идут. Что касается девушек, мне кажется, татуировки не украшают девушку, а только наоборот. От перхоти. Не знаю, не сталкивалась с этой проблемой, но думаю, куча сейчас шампуня и средств против перхоти. Елочка еще не украшена у нас, поэтому потом покажу, как отношусь к сухому шампуню. Хорошо, он очень хорошо, иногда очень необходимый и хорошо придает объему корней, поэтому я иногда им пользуюсь. Как быть такой оптимистичной? Не знаю, любить все свое окружение, все вокруг, любить то, чем ты занимаешься, любить себя, и тогда, мне кажется, каждый день будет в радость. Сейчас ухаживаю активно у косметолога и начала покалывать немножко в плазмо-терапию, кстати. Спать, кстати, не хочу. Я не знаю, как я сегодня засну и как я уже сегодня встану в 6, но попробую свои силы, домработница есть, высшее образование есть. Спасибо большое всем, кто так долго за мной следит. Спасибо за ваше внимание. Вот вы говорите, как быть такой оптимистичной? Как можно быть неоптимистичной, когда есть столько людей, которые за тобой наблюдают, которые тебя вдохновляют, которые тебя поддерживают, ежедневно пишут слова благодарности, комплименты, ну, мне кажется, еще эта поддержка вас в том числе и меня подбадривает. Спасибо вам большое. Ой, я очень пунктуальная, не люблю непунктуальных людей. Для меня это, наверное, очень важная черта. Пунктуальность для меня обязательна. Мне кажется, к непунктуальным людям как-то немножко несерьезно относятся. Что касаемо именно в работе, так точно должна быть дисциплина. Вы реально позитивные? Стрессы? Ну, конечно, бывают стрессы. Слушайте, мы живем в городе, в бесенном ритме, у нас на дорогах столько много... Так, дети рядом, столько много некультурных людей. Да, они сплошь и рядом встречаются. Конечно, бывают стрессовые ситуации, но стараюсь себя как-то сразу уравновешивать и успокаиваться. Чего Тима так поздно не спит? Вот мы пришли недавно домой, успели только помыться, покушать. И нужно дорешать пример, и мы сразу сейчас пойдем спать. Секрет твоей молодости кожи. Спасибо мамочке моей, моим генам, потому что моя мамочка никогда не прибегала к никаким пластическим операциям, уколом и так далее, дорогим кремам, но у нее очень долго-долго не было морщин, наверное, до лет сорока вообще в принципе. И сейчас очень хорошая кожа. Поэтому тут какой бы уход ни был, главное это, конечно, генетика. Вот. Я так и необычно, мне с красной помадой. Родные братья и сестры. Да, у меня родная старшая сестричка. Как Тима встанет? Ну, вот так встанем. Иногда не все успеваем, уложиться тяжело. Поэтому сейчас уже пойдем спать. Я не очень строгая, но требовательная. Я считаю, что делу время, потехе час. То есть мы обязательно делаем уроки, игры все потом у нас. Правда, Тимочка? Конечно же, ребенок живет с нами. Что вообще вы за ерунду пишете? Так, даже не пишите мне всякий бред. Мне 27 лет. Так, мы уже отличились. Это у нас остаточная, остаточный кашель. Вот, поэтому все хорошо. Мы уже посидели. Четыре дня дома сидел. Виталик в соседней комнате. Перелет в США. Да, да, 12,5 часов. С пересадкой еще дольше. Мои любимые марка туфель. Это Лисила. Это самая-самая-самая удобная обувь. Красивая и удобная, что немаловажно. Молодец! Мы закончили премьеры. Тимочка, открой, пожалуйста. Секундочку. Стой, 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 стой. И мама. Вот, шасси. Нет, я не могу. Ну, тогда спать все. Иди, пожалуйста, зайка, тогда. Да. Он готов продолжать решать примеры, лишь бы не идти спать. Да? Или все-таки пойдем? Платформу в последнее время. Люблю все реже. Люблю поудобнее обувь. Вылетаем мы. Я буду в субботу уже в Москве. Уже очень скоро. У меня размер ноги 35-36. Райдер. Райдер у меня еще не такой большой. В принципе, ему можно сказать нет. Ну, элементарные вещи. Так. Монталь достаточно стойкие. Всегда 8 часов. Спешно всегда получается. Не знаю фирму помады, у меня красил визажист. Спасибо всем большое. Почему меня игнорят? Извините, я, конечно же, не успеваю читать все вопросы, тем более отвечать. Яркий макияж. Сегодня, да, был такой образ на съемочке. Как получается в 6 вставать? Ну, вот так обязанность такая. Завела будильник и встала. Уроки начинаются в 8, в 9. Милый мой, ты путаешься во времени. Ребенок встает. Макса Максименко, да, я помню, в школе учился Макс Максименко, по-моему, со мной. Как можно сделать предложение девушке, чтобы она не смогла устоять и сказала «да». Нужно быть с тем человеком, перед которым она не сможет сказать «нет». Тут дело даже не в подходе, дело в вас. Так, про перхоть я ничего не могу вам сказать, уже говорила. Не, стараюсь не лежать, потому что это гиблое дело, можно просто вырубиться и не встать и проспать. Но я никогда не просыпаю, я сразу встаю, беру себя в руки и иду умываться. Кто тебе такое сказал? Уроки в 8 начинаются. Кто тебе такое сказал? Ирина Анатольевна. Ну если ты встанешь в 9, ты проспишь целых 2 урока. Так. Муж? Нет, играет в Counter-Strike. Вышла к вам ненадолго, наверное, пора. Устала с перхотью. Посоветуйтесь с врачом, мне кажется, он вам даст более достоверную информацию. Вообще сходите к трихологу лучше, в идеальном случае. Так. Ну, для начала хочу английский в совершенстве знать, потом уже можно будет думать о других языках. Да, вот уже доделаем уроки. Сегодня у нас как-то, да, очень поздно мы справились со всеми делами. И уже пойдем спать. Сухой шампунь Кёны. И, кстати, у Виттери Ситрит тоже неплохой. Он в виде спрея. Холодный душ с утра нет. Нет, если только теплый. Что про сотрудничество по любому сотрудничеству? Пишите мне на почту, указанную в Инстаграм, либо ВКонтакте. Но ВКонтакте очень много сообщений, и не все успевают читать. Все, что надо, успеваю с утра, встаю заблаговременно, поэтому у меня проблем с этим нет. Какое у вас кардинальное различие в характере с сестрой? Не знаю. Мы похожи, в принципе, по характеру. А какое прям такое кардинальное различие? И она, наверное, более резкая, она более добрая. Так. Настенька. Нет, она вообще была. Ну, прямо. Пациент трансляции из Америки. Хорошо, ребята, я буду выходить по возможности с вами связываться. Я думаю, там, конечно же, есть, что показать, о чем рассказать. С разовой помадой тебе лучше. Ну, с красной. Это чересчур так. Слишком. Брови мне нравятся, как подкрасили. Профессиональный макияж, девочки, он должен так выглядеть. Это же не... Тневной. Так. Ходишь в спортзал. Хожу на аквайробику, но как-то редко получается в последнее время ходить, последние пару недель. была вот... Была последний раз в воскресенье. Ну, надо еще на этой недельке обязательно сходить, потому что... все-таки я ощущаю, как долго не занимаюсь, что тонус спадает. Как тима погулял с братиком и сестричкой? Хорошо. Тимочку пока. Сиди, мать, солнце, ну-ка, уроки проверять. Может, зрителям покажешь? Я показываю, что ты сидишь и не доделываешь. Ты сидишь, а уроки еще не доделываем. Добрый вечер. Кто-то только присоединился. Ой, ребят, устала мать. Мать устала. Да, ребенок еще не спит. Доделываем уроки. Тима, давай, давай, подключай скорость. Помоги ему. Ну, я всегда ему помогаю в примерах, но он хорошо сам справляется, но в прописях, уж извините, помогать. Тут не стоит ребенку помогать в прописях, я же не буду за него писать. Как относишься к высокомерным людям? Ну, высокомерие это очень плохо. Я всегда ценю простоту, доброту. Вот. И вообще высокомерие признак не очень хороший. Может, мне помочь выдам пчихи вообще? Пчихи? Ну, я же тебе дала лекарства. Сейчас мы выпьем молочко с медиком и все будет хорошо. Не хочу. это молочко. То нормально перевезите из Америки для смуглой кожи. Да, без проблем я буду закупаться косметикой, поэтому мне уже мои девочки знакомые визажисты заказали, поэтому можете мне вконтакт написать. Дома мягкие игрушки раньше были, сейчас в новой квартире мы их не держим, потому что я считаю, что мягкие игрушки самый большой пылесборник, это очень вредно, конечно. Как вы борьтесь с первыми мимическими морщиками? Ну, у меня их нет, слава богу, хорошая наследственность. Я сейчас начала колоть плазма лифтинг. Это натуральное вещество, плазма, которое забирается из вашей крови и в дальнейшем вкалывается. я делаю волосы и лицо. Советы мне давать не стоит, тем более люди, которые вообще, мне кажется, устал. Все, зайка, иди в комнатку. Все, ребятки, пойду укладывать ребенка, а то он все никак не хочет идти самостоятельно, наверное. Нет, няни никогда не было и не будет. Не будешь укладывать? Я еще семерку буду писать. Ну, Тима, либо пиши, либо все, либо иди. Так, блокирую. Так, секунду. Не успела заблокировать змеюку. Какой кошмар. Змеюка, напиши еще раз. Вот. Вот, молодец. Самостоятельно. Так. Все, ребятки, пойду. Всех целую. До встречи. Не скучайте.